15 декабря отмечается Всемирный День Чая. И я хочу посвятить этот мастер-класс этому древнему напитку, любимой всеми во всех странах, во всех народах. Искусство приготовления чая существует более 5000 лет, со времен китайской династии Шан. Сегодня в мире чай самый популярный напиток. Арт-мастер-класс пройдет 15 числа в кафе «Сказка» в Хургаде. По английской традиции в 5 часов вечера, начало моего мастер-класса, где мы немножко побеседуем о чае, я покажу приемы, как можно рисовать отварами, какая палитра разнообразная. Вы знаете, что чай бывают разного цвета. Какие цвета чая мы знаем? Конечно же, зеленый чай всеми любимый, один из оттенков палитры чая. Конечно же, все оттенки коричневого цвета, это черный чай, белый чай, китайский чай, гибискус, каркаде, китайская роза, это чай красного цвета. Очень популярен в Египте. А еще в чайной палитре и имеется синий чай, тайский чай. Синий чай из цветков клеттории. Этот тайский чай имеет вот такой синий-голубой оттенок. Все зависит от концентрации. Сильно заваренный будет более синий. Бледный, значит, больше воды. У меня на ладони цветы клеттории и каркаде. Кстати, если каркаде красного цвета окисляется, то приобретает фиолетовый оттенок. Травяные чаи, конечно же, по русской традиции, это липовый, чабрец, мята, ромашковый и многие другие, васильковый и тому подобное. Травяные чаи, конечно, не относятся к самому растению чая, но мы часто добавляем в чай такие добавки, как жасмин или барбарис, ментол, мяту, лимон, корицу и другие растения. Смешивая различные чаи, мы добиваемся новых оттенков нашей палитры чайной. Вот основные цвета чая. Это синий, тайский, красный, каркаде, египетский и черный, китайский. Смешивая их, мы можем разнообразить нашу палитру. Картины чая получаются очень нежные. Такая пастельная гамма. Краска растекается, смешивается и получаются новые оттенки. Такая работа очень хорошо украсит интерьер, если ее оформить в рамочку. Тема этого мастер-класса это чайные розы. Сам процесс рисования очень увлекательный. Даже без особого навыка у вас получатся, конечно, свои шедевры. Чайные розы для любимых. Замечательный подарок к Новому году, к Рождеству или другим праздникам зимним. В качестве красок мы будем использовать разные виды чая. Это будет такой чайно-творческий мастер-класс. Такое безумное чаепитие в кафе-сказках. Любой желающий может принять участие независимо от возраста и навыков рисования. Все краски, которые мы сегодня будем рисовать, экологически чистые краски. Эко-краски так называемые. Так и хочется сказать без ГМО. Конечно, это совсем необычное рисование. Сказочное в преддверии новогодних праздников. Такой вот мастер-класс подготовил я для вас. Растение Клитория. Цветы Клитории заливаются кипятком. И получается такой вот волшебно-синий цвет. Клитория вместе с розой. Вместе с картиной вашей вы можете подарить еще упаковку чая, как когда-то подарили мне зеленый чай. Такой вот туби. Или вот еще интересный чай с зайцем. А теперь загадка. Что написано по-арабски? Кто читает? Напишите в комментариях потом, что вы прочитали. Инглиш Грей Ти. Ахмед. Кто-то, возможно, увидит в Грей Ти оттенки серого. Чай Гринфанд с Барбарисом. Барбариса немножко напоминает ноты гибискусы вместе с Тамархинди. Чай китайский. Приходите на дегустацию чая с друзьями. Ахмед Ти. Английский чай. Время. Чая. Черный чай имеет очень множество оттенков. Коричневые оттенки, напоминающие старые пожелтевшие фотографии. Чай присутствует в искусстве, литературе, музыке, философии. Творите, дорогие друзья, творческих удач и вдохновения вам! Продолжение следует... Продолжение следует...